Девушки отдыхают Как это остановить? А еще лучше сломать Сейчас я его усердю Прогрессивная вы все-таки женщина Маргарита Егоровна Экстремальным спортом увлекает Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал Так, штуковину эту разобрать? Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон А я в тишину, покой и арт-терапию А Вера Павловна Играет в нарисуй свою мечту И нарисованное у нее непременно сбудется И вот еще Где есть мотоцикл Нет меня У нас на бочке Такие детали пользу принесли бы Ими клумбу можно украсить А у нас теперь ржавеет будут Из-за Мегеровны Дядя Печкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем А что? Бывает почта морская Бывает авиационная А у нас мотопочта будет Слышишь, слетей Как шумит мой мотор Слышишь, слетей Как ревет мой мотор Я почталью Быстро и шумно Несусь по земле Несусь А был бы Закалом ясный К синему небе летал Ну а я почталью Вокруг меня Мысящий метал 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 Маргарита Игоревна Позвольте увезти вас В закат Да сгиньте вы, Игорь Иванович Ой Что это Мегеровны с утра не видать Никто бутерброд изо рта не вытаскивает А нам цветочки за сараем рисует Нервы успокаивает Магарита Игоревна Вам доставка мотопочты Ай, дожить бы до выходных Наша почта 7 дней в неделю работает Распишитесь, пожалуйста Да я отказываюсь от услуг такой почты А я приветствую услуги такой почты Примите посылку, товарищ Печкин Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь туда-сюда Не может почта бесцельно туда-сюда кататься Я вот дома Их, устами младенца глаголит истина Берите новую высоту Ой Ух Ух Всё Меня хватит Давай, дядя Фёдор Ещё чуть-чуть осталось Ха-хахахаха Что О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Ой, это вы, Маргарита Егоровна, вверхтормашками? Или я? От вашего мотоцикла вся жизнь вверхтормашками. Ну, а теперь все снова по-старому будет. По-старому это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать? Да сделайте из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того. Кто там? Ой, Маргарита Егоровна, разрешите? Гвозди в этом доме имеются? Скажете тоже. Нет у меня гвоздей. Косметичку не влезают. Ясно. Ай, момент. Тогда уж и соли захватите с пряниками. Как можно отказать такой шикарной женщине? Ну, раз нельзя отказать, тогда еще картошки, тостер, хлеб, сыр с плесенью, масло и новый плед. Это мы с легкостью. Ах, с легкостью, говорите? Принесите мне тогда цветочек аленький. Ожидайте. Да, Маргарита Егоровна, умеете вы из усатых мужчин веревки вить? А что? У женщины с изюминкой желания непростые. Ах, изюм забыла попросить. Ладно, накрывайте на стол, а я перед ужином морозцем подушу. Игорь Иванович, забыли, что купить надо? Идемте, я вам пивных дрожжей отсыплю. Память улучшают. Нет, Маргарита Егоровна. Вот, доставил все в лучшем виде. Вы, дядя Печкин, метеор. Прямо почтальон-вихрь. Ох, хоп, тостер и пряники. Откуда? Да я тут подрядился в доставке поработать. Сервис высшей категории, а вы куда не устраиваюсь. И сам тоже заказываю. А цветочек аленький вашему хваленому сервису все-таки не по зубам оказался, да? Обижаете? Ой! Маргарита Егоровна, закажите скорее в Сбермаркете огнетушитель. У меня внутри, кажется, пожар. Та-ма-та-ма-та-ма. Только сегодня, покупая зубную щетку-фонарик, вы получите в подарок набор вечных лампочек. Ага, значит, свет в ванной можно вообще не включать. Это ж какая экономия получается. Но и это еще не все с помощью специальной наставки. Здесь вы можете увидеть, дорогие друзья, как растут детеныши дикобраза. Шарик, не трожь телевизор, когда там экономию показывают. А ну отдай пульт. Мы вторую неделю твои телетовары наблюдаем. А я, может, детенышей дикобраза увидеть хочу. Ежей у нас на ближайшей поляне с утра до вечера показывают. А три товара по цене одного ни в одном лесу не сыщешь. Да и правда, матроскин, твоими коробками весь дом заставлен. А кому еще коробочку? Ура, наконец, моя электровилка приехала. Ручечку позвольте, я ее из Геленджика привез. И какая экономия от этих твоих электровил? А такая. Я теперь на наматывание макарон время могу не тратить. Могу вместо этого коробок своих проверять. Гаврюша, доложи обстановку. И, кстати, это еще и спиночесалка. Шарик, будем спасать матроскина от матроскина. Сам себя он от магазинов не отключит. Пишите сегодня в телемагазине уникальный лод. Давай. Расчетка фен. И ваше волосы вам спасите. И в этом доме без моей помощи хоть что-нибудь работает, а? Но не могу же я новые выгодные предложения пропустить. Только сегодня в телемагазине уникальное предложение. Телекепка и телевидение всегда под рукой. Матроскин. Матроскин. Ты не боишься упасть в этой своей телешляпе? Телешляпе. Точно! Спасибо, дядя Федор, что напомнил! Ты что, с телевизором на голове? На прогулку собрался? Балдатый шарик! Это специальный жилет! Он при падении надувается! Похоже, шарик, случай запущенный. Превентивными мерами уже не обойтись. Точно! Чего? Дядя Печкин, а вы можете перестать доставлять матроски на его покупки? Может, он их тогда покупать перестанет? Ага! Нашли, дурачка! Ваш полосатый мою почту в районные лидеры по доставке вывел! О, я уже и место под новую грамоту расчистил. И такая большая? За огромные посылки, огромные грамоты дает. Ура! Моя велокошилка приехала! Это сколько я на ней навелокошу! Матроскин, нам надо поговорить. О чем? Нам всем кажется, что ты немного увлекся покупками. Что? А то, что пока ты заваливал дом вот этим вот ненужным хламом, твое хозяйство в запустение пришло. Да я с помощью этого хлама могу один на ферме работать. Без перерыва на обед! Уникальное предложение для всех огородников и спортсменов. Это белокосилка! Крути педали и собирай урожай в три раза быстрее. Хоп-хоп-хоп! И морковочка в кармане. Уйди! Гаврюша, на помощь! А что, уже яблоки созрели? Несите, несите что-нибудь, это снимательное! А может нам матроско-снимательное устройство заказать? Через неделю доставят. Не надо через неделю. Я и сегодня все намеки понял. Если кто-то из членов семьи заболел, остальные дикобразы всегда придут к нему на помощь. Они дружно помогают набить его норку припасами на зиму. И в скором времени семья начинает жить обычной жизнью. До новых встреч, дорогие друзья! Некогда каналами щелкать. Хочешь, чтобы урожай пропал? В теле Шеляды он мне нравился. Больше. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, помощнички. Ой-ой! Ого! Может это родители колбасу прислали? Неизвестные коробки хуже Печкина. Откуда она здесь взялась? Да, просто на крыльце лежала. Не будем ее открывать. Может это межгалактическая посылка? С приветом от внеземной цивилизации? Если ты у нас шарик с межгалактическим приветом, закройте это северное сияние обратно. Ну вот, спугнул. Вас приветствует голосовой помощник Анфиса. Моя миссия отвечать на вопросы. Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания. А вопросов к вам у нас нет, а электричества нам и самим мало. Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам. Спросите меня о чем-нибудь. Ты че с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста. Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ. Лучше всех, но никто не завидует. Полезный поможет. Блесна не будет тускнуть, если натереть ее сырой картошкой. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Провязываем сначала вторую петлю изнаночной, затем первую и снимаем со спицы. Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем. Ложка за папу, ложка за маму. За дядю, за дебря, за Шурина. Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным. Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы? Известно где. На северном склоне у березовой рощи. Матроскин, ты с нами? Я бы пошел. Да у меня тут коровы, хозяйство. Помогайте комарам, а мы без говорилок справимся. Здесь нет электричества, зато воздух свежий. Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю. Я же не голосовой помощник. А где Анфиса? И ее обратно унесли. Кто унес? А кто принес, тот и унес. Так мы ж не знаем, кто принес. Вот и кто унес, мы не знаем. Друг это тот, кто отдает жизнь и косточку другу. Ой, да и не расстраивайся ты так, Шарик. Ну, мало ли, помощников голосовых. Что ты узнать-то у них хочешь? Ну, спроси у меня. Да я узнать хочу. Куда она делась? Подождите. Поищу в интернете. Результат не найден. А вдруг ее разобрали? И лежит она родная сейчас на каком-то складе. Никому не нужных, Анфиса. Так кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего. Иногда и помощникам помощь нужна. Я просто хотела побыть частью семьи. Все же я не понимаю, как помощник может быть без рук. Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна. А мне вот иногда поговорить хочется. Лучше тебе иногда помолчать хотелось. Анфиса, покажи нам кино для всей семьи. Нет, ничего проще. В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи. А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов. Ого! Вот тебе и говорил-ка. Что взять, что взять. От интересного собеседника всегда есть, что взять, между прочим. Ах, нашлась! Потерянная доставка! Ваша Анфиса из будущего каталога. Предпродажа пока за большие деньги. Таких у вас все равно нет. Прощайте, друзья. Для Анфисы мне ничего не жалко. Даже твоей зарплаты, Шарик. Мурка моя все рекорды бьет. Столько молочка мы еще не вырабатывали. Ну-ка, неведомо прекратите строительные работы. По инструкции воскресенье не положено. А кому мы мешаем, дядя Печкин? Соседи, что у нас нет поблизости. А по инструкции с инструкцией спорить тоже не положено. Пока к вам бежал, запыхался. После праздников что-то поджелудочное шалить стало. А зря бежали. Я уж закончил. Смотри, матроски, эта штука сделает нас богатыми. Ты что, Шарик, за зайцами перебегал? Что это еще за поле чудес на палке? Это гипнокруг. Теперь любой человек что захочу, то и сделает. Например, все это молоко купит. Он и смешил. Может, ты и меня, как Гаврюша, сено жевать заставишь? Спорим, заставлю. А если не получится, я, да я буду неделю в коровнике убираться. Две недели. Мой голос, ты слышишь мой голос и выполняешь команды. Сидеть. А теперь ты, Гаврюша, и хочешь сену пожевать. Ап, что, поверил Копперфильд веслоухий? Теперь бери метлу и за работу. то есть, как круг свой сделать, ты прочитал, а как потом из гипноза выводить, времени не нашлось. Так это, там много букв было. А может, его обратно крутануть? Ты гений, дядя Федор. Перемотаем Печкина на начало. Вы больше не Гаврюша. Благодарствуйте. А то у меня от сена вашего изжога началась. Очень большая примесь борщевика. Сработало! Позвольте вопросик задать. А кто же я тогда? Ну, вы... Садовник наш Евлампий. Добрейшей души человек и вообще по дому нам помогаете. Точно! Спасибочки! Где тут инструменты мои? Матроскин. А что, пусть денек Евлампий побудет за вредность? может, мы Евлампий еще на денек продлим? Хорошо справляется. Я не против. А ну-ка стой! Откуда у тебя моя любимая табуреточка? А? Бобер! Мне ее Печкин подарил. Говорит, так на плотине сидеть удобнее. Не могу. Добрый Печкин это что-то. А сейчас он молоко ваше раздает. Как раздает? Бесплатно? Это молоко нельзя отдавать. За ним сегодня покупатели приедут. А если у зверюшек лесных денег нету, кто им поможет? Только добрые люди. Я же прогорю. надо Печкина в себя приводить. Ну, пока он себя не забыл. Привет, соседи! Здравствуйте! И что это у нас посылочка? Ой, а у нас и документов нету. Странно. Почему-то мне кажется, что так нельзя. А ничего страшного. Я вам ее и так отдам. ой, а нам заплатить-то и нечем. Может быть, печеньку возьмете? Печеньки я не ем. Знаете что, а забирайте бесплатно. Это же уже совсем не по инструкции. А где же расписаться за посылочку-то? Да так берите. Я ведомость на почте оставил. Это уже совсем не по инструкции. А ну, отдайте! без документов не положено! Че? Че это я? Мне же на почте надо быть! Коровник сам себя не уберет. Две недели, как договаривались. Но я же Печкина загипнотизировал. А меня-то нет. Ну, ладно, матрос. баю-баюшки, баю-баю-бежаться я люблю. Эй, как там-то? Ермолай! Вон в том углу получишь пройдись. Баю-баюшки, баю-бежаться я люблю. Баю-баюшки, баю-бежаться я люблю. Ой-ой-ой-ой! А вот она! Аккуратно, Шарик! Поломаешь тачку вычту из премии. Не боись, матроскин! Она же на гарантии. Она-то да, Шарик, а вот у тебя гарантийный срок похоже закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. И это не мусор, Шарик, это такая полезная штука! Её можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жуёт? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну, плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик, всё это нам ещё пригодится. Соседи, вот я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада. Да и думаю, подойду. Поболей! Ого! А это тут что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эвер... что? Это я аллегорию применил. Большая свалка, то есть. В общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите, я за бланком. Вот что, Шарик, надо всё это взять и в лес вывезти. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой, а я им, знаете, товарищи, картон, пожуйте. Не согласны я. Это временно, Тунберг Хвостатый. Мы потом всё обратно привезём. Мама? В связи с несанкционированной свалкой, завидаю число, завидаю подписку. Опа! Здрасте, Марк. А где это? Куча и, извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылишь. Бобы шалят. А вот она. Куда, Вера Павловна? Тормози. Так-так. Водитель не пристёгнут. Раз. Без шлева. Два. А это что ещё за мерзость? Говоришь, коллекция в город сплыла. Видишь, матроски, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, ведите меня на место преступления. М-да. Парусность подвела. И ветер не учёл. Значит, ферма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. Ферму нам закрыли убыль. Штраф нам выписали снова убыль. А не заплатим штраф, не откроют ферму. Круг замкнулся. Я банкрот. Ты, матроскин, сам виноват. А я тебе говорил, надо было давным-давно всё это выбросить. Эх, Шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, матроски, деньги даже заплатят. Ура, дядя Фёдор! Заживём, как прежде! Ты же серьёзно про деньги? Вы чего это вашу антисанитарию прям к парадному входу паркуете? Дядя Пичкин, это мы вторсырьё сдать хотим. На переработку. Чудненько! Приходите после обеда. Я как раз с трёх часов буду приёмщиком числиться. А ну, принимай вторсырьё, бюрократ! У меня коровки недоины, стойла нечищены. У меня Гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель! Давайте, что там у вас на весы? Так, 160 минус 17 плюс цать 2 за металл. Итого получается 1 200 рублей, которые идут в счёт уплаты штрафа, выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушёл, а этот уже в прибыль прилетел. Матроскин, Компания, 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 Компания,